Здравствуйте, уважаемые зрители! Меня зовут Руслан Калинчук и в эфире программа ПИР. Программа о политике и религии, о том, как эти две сферы влияют друг на друга и на нашу с вами жизнь. Глава ПЦУ Сергей Думенко во Львовском аграрном университете заявил, что для него честь быть бандеровцем. И когда нас называют бандеровцем, мы этим гордимся. Для некоторых такое наименование ругательное, но для нас это честь. Потому что наша земля родила таких славных героев, которые когда-то говорили, что придет время и один будет говорить слава Украине, а миллионы отвечать героям слава. Мы с вами дожили до этого времени, поэтому должны радоваться, что являемся наследниками наших героев и имеем возможность понять и продолжать то, что они наметили. Прокомментировать это заявление главы ПЦУ мы попросили протерея Валентина Макарова. Здравствуйте, отче. И Константина Петровича Бондаренко, политолога и главу фонда украинской политики. Здравствуйте. Знаете, вечно мне, когда я услышал это заявление Сергея Петровича Думенко, вспомнился один щешок. Я видел костры из книг, я слышал собачий лай. Если один крикнет «Зигрь», миллионы ответят «Хай». Зачем ПЦУ заигрывается с националистами? На самом деле, я думаю, что в данной ситуации речь идет о конъюнктуре, политической конъюнктуре. Поскольку ПЦУ создавалась как политическая структура, как политическая церковь, церковь, которая создавалась государственными структурами под покровительством фактически внешних игроков, которые сегодня курируют Украину, опекают Украину и протежируют Украину. И, ни для кого не секрет, роль Сэма Браунбека, одного из чиновников Госдепа в создании ПЦУ. То, соответственно, и политический процесс, политический заказ диктует и политическое поведение. Существует некая электральная ниша, существует некое электоральное восприятие, существует запрос на национализм у части украинского политикума, у части украинского электората. И, соответственно, ПЦУ пытается фактически соответствовать этому. Это точно так же, как в своё время обновленческая церковь вешала портреты в церкви, портреты Троцкого, например. – Троцкий – это и был идеолог. – Фактически, да. Ровно та же ситуация. То есть привнесение некоего светского элемента, светского политического элемента, светского политического контекста в, скажем так, в квази-церковную жизнь. – Очень не свидетельствует ли это то, что это некоторый такой суррогат, что нечего больше предложить, кроме такой какой-то идеологии разделения ненависти? – Я думаю, что здесь играет, наверное, другой несколько факторов. Что мы видим, что националисты как бы всем рулят, всей страной. То есть, когда принимаются какие-то решения им неудобные, они устраивают свои шабаши под дверями тех или иных судов или каких-то других, даже государственных учреждений. Поэтому они сейчас на волне, за ними сила, по сути, за ними власть. Может быть, они где-то в чём-то, можно было бы сказать, что они диктуют свою повестку всей стране. И потому Думенко, скорее всего, просто им подыгрывает к ним, хочет с ними подружиться, потому что они сейчас в фаворе, скажем так, в тренде. Имея их на своей стороне, он будет иметь, наверное, самую большую карту, которую вряд ли кто-то на сегодня побьёт. – А не свидетельствует ли это то, что, скажем, идеология украинского национализма она более была свойственна украинским грекокатоликам? – Вы знаете, на самом деле в 30-е годы был серьёзный конфликт между грекокатоликами, главой грекокатолической церкви Нешептицким, и руководством организации украинских националистов. Я как человек, который изучал детально деятельность организации украинских националистов, у меня диссертация посвящена деятельности организации украинских националистов, соответственно, я видел эти материалы, документы, когда церковь, например, осуждала, жестко осуждала грекокатолическая церковь террористические акты, которые использовались как одна из методик деятельности организации украинских националистов. Известно, что в начале 30-х годов Шептицкий даже обратился с воззванием «Неубий», в котором он осуждал деятельность организации украинских националистов в целом. И повторно это воззвание было опубликовано, например, в 43-м году, когда деятели Бандеровской организации украинских националистов убили видного деятеля Мельниковской организации Ярослава Барановского. То есть нельзя сказать, что грекокатолическая церковь в Польше во время польского режима на Западной Украине, что она толерантно относилась к националистам. Тем более, что, например, Коновалец и прочее, они были фактически противниками того, чтобы обращать внимание на то, как ведет себя церковь. А Дмитрий Гдонцов, идеолог украинского национализма, вообще проповедовал один из приматов «Аморальность», который входил в конфликт с основными догматами церкви и учением церкви. Так что, по большому счету, да, во многом можно говорить о том, что украинский национализм стал проявлением западноукраинского социума, в первую очередь, но при этом это был конфликт отцов и детей. Многие деятели организации украинских националистов были детьми грекокатолических священников, но при этом они противопоставили своим... Я, собственно, как раз и об этом хотел сказать, что у Степана Бандеры отец был униатским священником, у Коновальца, кажется, дедушка был, у Белецкого там тоже дед по материнской линии. У Коновальца вообще, по маме он абсолютный поляк, венгжиновский, а по отцу он украинец. У него был внутренний конфликт между тем, кто он, украинец или поляк. И такая ситуация была действительно вот этого внутреннего конфликта, внутренняя раздвоенность, она была присуща очень многим деятелям украинских националистов. Я напомню, кстати, что в числе основателей организации украинских националистов были, например, евреи Рико Яры, два этнических русских, Кожевников и Костеров, и так далее. То есть был поляк Сиборский. То есть это был такой винегрет, такая сборная солянка людей, которые потом себя осознали украинцами. Вдруг, вдруг. Ну, действительно, мне кажется, что не будет привлечать им, если сказать, что после Второй мировой униаты активно подняли знамя украинского национализма, особенно в диаспоре. И когда тот же Филарет еще в начале 90-х, когда он еще был экзархом и митрополитом киевским и галицким, то многие же вспоминают, что он говорил о том, что не будет никогда никакой литургии на украинском языке, а униаты уже тогда поднимали все эти красно-черные знания. И в конце 40-х годов была такая личность в Украинской повстанческой армии, организации украинских националистов, Бандеровской организации украинских националистов, Иван Гринех, который принял САН в греко-католической церкви, уже будучи политиком, известным политиком, принял САН, и он был фактически связным. Тем человеком, который наладил отношения между греко-католической церковью, которая после Львовского собора была под запретом, и, соответственно, националистическим подпольем. Вот именно тогда появилась эта спайка, уже после смерти Шептицкого, который умер в ноябре 1944 года, уже после 1946 года вот эта спайка появилась, особенно в диаспоре. Правда, потом Иван Гринех стал ярым противником Бандеры, там уже в диаспоре, но это уже другая история. Меня интересует вот еще какой контекст. Вот учитывая то, что все чаще и часть и патриарх Варфоломей, и папа Франциск заявляют о том, что у них должно быть общие согласия, братская любовь, иногда даже говорится о евхаристическом сопричастии. Не являются ли вот такие вот проявы национализма со стороны ПЦУ некоторой попыткой сблизиться с униатами, а возможно с ними и слиться? Ну, мы слышали в последние времена достаточно, можно сказать, уже непрозрачные намеки о том, что они когда-то станут вместе. То есть вопрос когда-то, нам кажется, что это будет далеко, может, даже не при нашей жизни, потому что, осматривая ретроспективы вообще православных католических отношений, то есть они идут очень, скажем, медленно, да. Этот тысячелетний раскол, который существует уже, то есть он как-то, мы уже прикрыли, что так было всегда. Вот, это было очень давно. Но сейчас как-то все ускорилось, мы видим сближение Варфоломея с папой, мы видим, конечно же, и эти нотки звучат уже в заявлении как Шевчука, так и Эпифания, так называемого митрополита Киевского. Так может, это… Поэтому здесь, как бы, то есть, я думаю, что мы очень быстро это увидим, общие сослужения, то есть в том числе даже и литургические. То есть молебны у них давно вместе уже, еще со времен Филарета, а вот литургию, думаю, мы это очень скоро увидим. Если, может быть, я и упустил, что-то, может, оно уже где-то и проскакивало. Так может, вот такие заигрывания с националистами, это есть попытка, как бы, сгладить общие различия, да? То есть вот, чтобы… Руслан, понимаете, как бы, то есть я когда-то пытался, когда вот я столкнулся с религиозным национализмом, то есть с таким национализмом, как бы, я столкнулся достаточно давно, родившись во Львове и видев факельные шествия по пути в школу, то есть остатки факельных шествий, они ходили вечером обычно, когда уже стемнело, то есть, а уйдешь в школу, и эти вот консертные баночки, прибитые к палкам, и запах бензина, тряпки, вот это все, я это видел, скажем, можно сказать, с детских лет. Вот, поэтому с таким национализмом достаточно рано столкнулся, а вот с религиозным национализмом я столкнулся уже здесь, в Киеве, я мог, как пытался себе понять, как они это себе объясняют, то есть ведь написано, что не елена неудея, то есть ни варфара, ни скифа, но все новая тварь, да? Вот, и потом для себя я сделал такие выводы, они, им годится, то есть их устраивает все, что украинское, все, что украинское, то есть украинское мова, украинский священник, украинская какой-нибудь там культурная там обстановка, все, что так или иначе как-то связано с Украиной, с украинской, все годится. А что там, качество какого-то, это уже второстепенно. То есть это для них, это что-то вроде, ну, какой-то такой традиции, да, калятки на Рождество, чуть-чуть. Нет, калятки на Рождество, ну, как бы, а что здесь плохого? То есть мы тоже калядуем. Но для них становится каким-то таким приложением к национальной идее. Они просто, скажем так, вот если в церкви, а второстепенно, допустим, он с Польской православной церкви, допустим, или он с Болгарской, или он с серб, это нам интересно. То есть, приехал из Грузии, допустим, расскажи, покажи, то есть, отдай вино, попробуй такое. То есть нам интересно, нам главное, что мы вместе общие, так, а второстепенно, как бы, мы с интересом изучаем, как бы, и где-то даже практикуем. Мы можем где-то на иктенях вставлять, допустим, на грузинском, на сербском языке, раньше стали на греческом, но сейчас просто не очень, как бы, оно сейчас идет на греческом языке, идти к тени, хотя все в голове их выучили в своё время. Мы как бы разнообразили своё богослужение как раз этим национальным колоритом таким, потому что мы все общие, мы все вместе, у нас одна церковь. А у них нет, у них как бы наоборот, у них национальность идёт сверху, как высший уровень, а все остальные веры там, католик ты, униат ты или вообще может баптистом быть, но ты в вышиванке. Всё подходит, всё годится, иди сюда к нам, ты наш уже. Я думаю, что так, перевернули они всё. А что им такой как бы альянс с униатами может сулить? Не сольют, не поглотят ли их униаты? Нет, опять же, в данной ситуации, что касается грех-католической церкви, униатской церкви, они всегда были носителями, как бы, декларировали там европейские традиции. Они говорили о том, что они фактически своими корнями, связями тесно завязаны на Рим и так далее, позиционировались именно как европейская, как та церковь, которая несёт в себе какое-то европейское начало. Шучук даже однажды умудрился заявить, что выбор веры князем Владимиром, это было подтверждение европейского выбора. Хотя послам Пады Римского князь Владимир сказал, что «Отцы наши вас не приняли», не приняли и мы вас не приняли. Сидите за руками. Да, в своё время Исидор Нагаевский и целый ряд Тефилка Струба и прочие деятели, как раз церковные деятели, грех-католические церковные деятели, которые были одновременно историками, они пытались доказать, что всё-таки христианство пришло на Русь из Рима в первую очередь. Вот что и княгиня Ольга, якобы у неё были епископы из Рима, а не из Византии и так далее. То есть это всё прослеживается в том, что писалось ещё в 30-е, 50-е, 60-е годы прошлого века. Поэтому там есть своя историческая традиция и историосовская традиция. Что же касается как раз церкви, грех-католической церкви и ПЦУ, они обе были завязаны фактически, они лежали в основе фактически тех процессов, которые инициировались при Петре Порошенко. Они обе церкви фактически поддерживали политику Петра Порошенко и до сих пор лежат фактически в основе именно вот этого электорального выбора и той электоральной ниши, которая сегодня считается такой галецкой, западноукраинской, или же западноцентральной украинской, противовес южной и восточной Украине. Да, очень трагично. Знаете, в погоне за тем, чтобы продемонстрировать всем свой патриотизм, поцелушное духовенство местами доходит до каких-то таких откровенного абсурда. То ихние священники принимают участие в факельных шествиях ко дню рождения Степана Бандеры, то нашивают тризуб на Епитрахиле и размещают тризуб на Христах. Ну, понятно, что мы все граждане Украины, конечно, мы чтим и любим нашу национальную символику, но вот вопрос, а насколько же уместна такая символика в храмах? Это, опять же, попытки создания национальной церкви, попытки соединить национальное с духовным, с религиозным, соединить, скажем так, то, что должно идти параллельно, но и мало пересекаться воедино. Корнями своими тоже уходит, наверное, в 30-е, в 40-е годы, когда появлялись лозунги «Христос воскрес, воскреснет Украина» и так далее, связывать политическую и религиозную тематику воедино. И это на сегодняшний день уже архаика, фактически, перекочевала у нас в нынешнюю политическую действительность, стала основой нового мифа, политического мифа, поскольку Петр Порошенко взял на вооружение лозунг «Армия Мова Вира», вот третья составная вера, он всячески пытался политизировать этот вопрос, политизировать веру и сделать ее элементом фактически своей политики. Вот что, не является ли вот такой символизм в храмах, когда весь храм устлан? Желто-синий весь храм? Да, и флагами, и рушниками, хотя, конечно, их тоже не против тех же рушников, но не превращается ли это все в какую-то форму язычества? Ну, у них же есть лозунг «Бог и Украина пона дусе». Я когда первый раз с ним столкнулся, я слышал «Украина пона дусе», то есть это, в принципе, калька с времен Третьего рейха, как у них была Германия, да, превыше всего. «Дольчен убрались». «Дольчен убрались», да. Вот, у них «Бог и Украина пона дусе», так? И получается, что «Бог и Украина» понятие тождественное. Если мы ставим между ними «и», то это тождественные понятия. «Бог и Украина», да, там, или «Украина и Бог». То есть мы увидим это все на стенах нашего города, эти надписи часто попадаются. То есть получается, что «Бог тождественен Украине», или, точнее, «Украина тождественна Богу» в ихнем понимании. В ихнем понимании, то есть, да. Вот, и знаешь, Руслан, когда вот я для себя сделал открытие где-то в районе мая 2014 года, когда у нас, собственно говоря, условия жизни резко поменялись, и мы погрузились в новую реальность, когда Филарет на одном из интервью сказал, касательно… Это же только в мае, это же только прошел референдум на эти… в Донецкой и Луганской областях. И Филарет сказал, что они должны смыть кровью, когда начались обстрелы этих городов, грех федерализма. Грех федерализма. То есть, да, в понимании украинского националиста федерализм – это грех. То есть, а грех – это понятие вообще церковное, духовное понятие, да, то есть, даже можно сказать, даже догматическое. Вот, получается, что если федерализм – это грех, значит, унитарное устройство, как бы это некоторая догма святость, это как бы канон, вот. И в таком случае, как бы, Бог легко становится… на место Бога становится Украина. Потому что федерализм – это грех против Украины, то есть, получается, как бы, вот нарушение… Грех против Бога. Грех против Бога, да. То есть, я тогда всё понял, как бы, то есть, я понял, и даже вот отчасти где-то людям, там, в каких-то беседах говорил, да, знаете, у нас открылась новая, как бы, то есть, новая церковь появилась под названием Украина. Вот. И, к сожалению, даже не церковь, то есть, это новый идол появился, потому что это не церковь. Церковь – некоторое собрание. И, к сожалению, этому идолу начали приносить тогда человеческие жертвы. Ну, собственно, что является сутью язычества, потому как любое язычество, оно всегда замешано на человеческом жертвоприношении. Будь ли то гладиаторские бои в Риме, когда кровь человека, умершего на арене, посещалась богами, или вспомним историю с нашими предками, когда во имя священия Капища принесли семью варягов Иоанна и Фёдора в жертву. Знаете, касательно федерализма, мне иногда становится удивительно, как это в их головах умещается. Ведь один из лидеров Руха, Вячеслав Чернобыл, он в своё время говорил о том, что ничего хорошего не получится, если мы не придумаем никакой меняемой федерализации. Нет, я, конечно же, не призываю ни к тому, ни к другому, ведь, по сути, для каждого человека главное что? Чтобы он мог влиять на ситуацию в его конкретном доме, подписывать договоры с конкретным поставщиком или электрики, или воды и тому подобное. Но, да, действительно, это была шокирующая фраза Филарета тогда, в 2014 году. Дело в том, что на самом деле федерализм – это одна из форм государственного устройства, и, соответственно, не только Россия, но и, например, Германия, Соединённые Штаты Америки, Бразилия, Индия, Бельгия, все они являются федеративными государствами, что не мешает им развиваться. У нас же проводится некая параллель, ставится знак равенства между федерализм и сепаратизм. У нас до 1999-2000 года свободно дискутировался вопрос федерализма. В 1996 году я очень хорошо помню, как в Верховной Раде проходила конференция, посвященная вопросам возможного превращения Украины в федерацию. Более того, в время как раз в Украине, которое было унитарным государством, уже был один федерат, то есть Крым, автономная республика Крым, что уже было нонсенсом и говорить про то, что Украина является унитарным государством, уже тогда было достаточно сложно. Но сейчас фактически слово «федерализм» чуть ли не запрещено в Украине, хотя на самом деле я думаю, что у политиков, политологов не должно быть табуированных тем, не должно быть табуированных вопросов. Все темы, вопросы, которые лежат в сфере политики, государственные устройства должны дискутироваться, но именно среди политиков, а не в церкви. Это то же самое, что, например, завтра там соберутся политики и будут говорить о том, что там та же церковь Филарета или же ПЦУ, что они подвержены филитизму, например. Это ровно такой же нонсенс с точки зрения политиков, как и с точки зрения церковных деятелей обсуждать вопросы федерализма, конфедерации или же там унитарного устройства государства, или же там устройства любого иного. А вот такой вопрос. На ваш взгляд, церковь должна как-то комментировать текущую политическую ситуацию? И участвовать? Согласно Конституции церковь и государство у нас разделены. Но при этом есть целый ряд вопросов, которые лежат в социальной сфере, которые лежат в социальной плоскости, которые являются также продуктом политической деятельности, которые вполне возможно обсуждать, исходя из социальной доктрины, например, церкви. И абсолютно в этом отношении церковь и государство в некоторых вопросах могут быть партнерами. Но это точно не вопросы выборов, точно не вопросы формирования партий, точно не вопросы партийной или же политической борьбы, точно не вопросы, кто должен стать президентом, премьер-министром, как формируется правительство или еще что-либо. Это должны быть вопросы, которые волнуют в целом общество. В целом общество. Проблемы выживания, выхода из критической ситуации здесь могут быть партнерами церковь и государства. Опять же, я привожу постоянно пример. Сегодня Украинская Православная Церковь является единственной структурой, единственным общественным институтом, который имеет свои представительства не только на территории Украины подконтрольной Киеву, но и на неподконтрольных территориях, в том числе в Крыму. И фактически сегодня церковь может выступить универсальным переговорщиком в процессах, может выступить универсальным как раз посредником для урегулирования целого ряда ситуаций. И, например, в декабре 2017 года, когда выступил посредником как раз блаженнейшей Нуфри для обмена пленными, вот этот обмен состоялся. Правда, это потом Медведчук попытался себе в лавры присвоить, Порошенко попытался присвоить там и другие. В этих вот вопросах, я думаю, что церковь и государство могли бы более тесно сотрудничать. Но для этого надо переступить через гордыню политиков, которые считают, что вот, например, с Украинской Православной Церковью мы не будем сотрудничать, а будем сотрудничать там только с поцелуей или... Ну, потому что навязался некоторый вот такой стереотип, что это РПЦУ, русская православная церковь в Украине, как там еще... Ну и плюс ко всему есть позиция тех же стратегических партнеров Украины, которые говорят, что вот это можно делать, вот этого нельзя делать. Значит, УПЦ это плохо, ПЦУ это хорошо. Там, например, российскую вакцину нельзя покупать, там немецкую или американскую можно. Не объяснил почему. И так далее. В том-то и дело. Просто потому что такой циркуляр. Отче, если я не прав, поправьте, да? То есть, если я правильно понимаю, эту церковь и не против сотрудничества с властью, но там, где это действительно будет на пользу людям, где это будет реально на пользу государства. И кроме того, если есть какие-то вопросы, скажем, там, тех же абортов или вопросы сексуального просвещения в школе гендерной политики, да, то церковь как бы готова в этом плане и помочь власти. Ну, от лица церкви не буду отвечать, от своего лица отвечу, конечно. Да, но вместе с тем, зачем к этим вопросам, которые имеют реальное отношение к повседневной жизни, зачем приплетать тот же национализм? Ну, исторически так складывалось, что когда, допустим, какой-нибудь князь удельный там или условно глава государства где-то перегибал палку, к нему шел митрополит и говорит, ты не прав. То есть, люди как бы восстают на тебя, то есть, умилостивись как бы, то есть, давай отмени это решение последнее, допустим. То же самое митрополит Филипп, да, ходил к Анну Грозному. То есть, в истории мы это все знаем, да, то есть, поэтому в церкви, в принципе, должен быть рабочий отдел, неформальный, а рабочий отдел взаимодействия с государством, с президентом, с парламентом, да. Вот, у нас же был храм в парламенте, я правда, я не думаю, что он сейчас там остался, по-моему, уже давно его разобрали уже там или отдали кому-то, кому они решили. Вот, то есть, ну, и с другой стороны, у нас вот, если взять вот медийное пространство, нашу украинскую православную церковь, то, наверное, вот ключевая фигура сейчас, это митрополит Лука Запорожский, который не пропускает никаких, как бы, то есть, болезненных тем, которые, как написано в Ветхом Завете, если пророк, как бы, то есть, увидит, приближит, у одного из пророков, было написано, Осия, Осия писал, если видит страж, опасность для города и умолчит, вот, то если город погибнет, то вся кровь будет на его совести. То есть, если он будет кричать, что приближается опасность, но город ему не поверит, то город погибнет, а он свою душу спасет. Вот так и здесь. То есть, вот, митрополит Лука Запорожский говорит на своем телеграм-канале, то есть, в проповедях, поднимает все вопросы болезненные для нашего, как бы, общества, всего общества. Потому что церковь как раз в себе соединяет все общество, от беднейших до богатейших. То есть, у нас есть все. И профессии разные, то есть, и территории, как правильно было замечено, у нас все, как бы, окормляются нашей церковью. То есть, вот, нужны работоспособные, которые, когда не стеснялись бы сказать, если парламент принимает, значит, говорим нет, как бы, то есть, да. Или как было, по-моему, в одной из стран на Балканах, то есть, когда парламент там то ли за ЛГБТ, то ли за что-то такое начал топить, вот, и сказали, мы вас отлучаем от церкви. То есть, никто из вас не имеет права там не исповедоваться, не причащаться, как бы. До свидания. То есть, покайтесь, тогда вопрос будет исправлен. Вот такой постановки вопроса я не слышал, чтобы у нас кто-то кого-то отлучал. Вот. Хотя бы формально, хотя бы, как бы, задекларировать это. Вот. У нас просто, вот, как вот такая дежурная, такая вот, забоченность, к сожалению. То есть, вот. Ну, может, учитывая то, что и так не слишком, ну, мирные отношения у церкви и власти, и антагонизм такой общества, может, церковь, как бы, не хочет углублять. Руслан, я, когда у нас начинались крестные хода и молитвенные стояния под Радой, касательно, допустим, принятия противоправных законов относительно нашей церкви, то есть, я ходил всегда. Вот. И там епископ было, к сожалению, не очень много. Один раз там были епископы, из всех-всех, там, четыре или пять раз я там присутствовал. Вот. И я говорил с другими священниками. Священники готовы стоять, священники готовы активно выражать свою позицию, то есть, и часто мы не понимаем, а почему тишина сверху? Почему, как бы, нас никто не слышит? То есть, священники так на местах, прости за слово, выгребают, как бы, да, там, вот то же самое отец Максим, с которым мы хорошо знакомы, из Золочева, да, по которому, как катком прошлись националисты, то есть, вот. Просто за то, что он собирал, он собирал на молитву людей у себя в доме, собственно. На своей, на своей земле, да, да. Ему задним числом отписали, как бы, отписали у него эту землю, задним числом там все сделали. То есть, мы с ним, у нас, как бы, мы с ним часто общаемся. То есть, вот вопрос, как бы, люди готовы, то есть, низы готовы, то есть, да. Я иногда боюсь, чтобы у нас чуть-чуть не вышло, как вышло в ту унию 1596 года, когда верхушка немножко проявила слабость некоторую, да, то есть, за исключением, там, пару митрополитов, епископов, то есть, да. А священники все... Константина Острожского. Да, священники все пошли, как бы, за народом, или был монолитный костяк, который держался почти сто лет против униатов. Понимаю. Да, в Золочеве действительно была жутчайшая ситуация, когда губернатор Казицкий, который по статусу, по закону является чиновником первого ранга, первой категории и заявляет, что у нас тут не будет Московской церкви, хотя прекрасно знают, что в Украине нет никакой Московской церкви, есть Украинская православная церковь, зарегистрирована в соответствии с украинским законодательством, действующая в рамках украинского законодательства, и, соответственно, с этим законодательством имеет равные права с другими религиозными организациями. Но у меня вопрос следующий. Не кажется ли вам, что, вот учитывая, может, может, вы видели где-то после Нового года Ивано-Франковский на моей малой родине, группа священников в ПЦУ исполнила ко дню рождения Степана Бандеры песню «Батько наш Бандера, Украина, маты, мы пидем за Украину, у юаты». Не кажется ли вам, что нам насаживают некоторый такой стереотип, что человек, не почитающий Бандеру как национального героя, это не патриот, соответственно, это не полностью украинец, его можно назвать, это, соответственно, Москаль, Сепар, значит, он из Украины. Это да, есть такое, насаживается. Я помню, когда некоторые политики на ток-шоу начинали кричать своим оппонентам «Ты что против Бандеры?» и так далее. Хотя на самом деле с исторической точки зрения Бандера является, скажем так, слишком переоцененным политиком, у которого было огромное количество ошибок, причем тех, которые катастрофическим образом сказались на истории Украины, и это касается и раскола Организации Курильского националистов в 1940 году, и второго раскола, который был именно аспирирован в 1954 году, и так далее, и так далее. И целый ряд действий, которые, скажем так, интриг, которые он практиковал в 1940-е и 1950-е годы. И почитайте просто диаспорную литературу, издание 40-х, 50-х годов, и вы увидите, каково было отношение к Бандере. По большому счету Степан Бандера стал продуктом, в первую очередь, советского агитпропа. Пардию создали биографию. Да, фактически ему создали биографию, ему создали имя, и этим именем называли фактически всех националистов. Интереснее всего, что в 1946 году с легкой руки Мануильского, деятеля коммунистической партии, начали употреблять выражение, которое на протяжении 4-х лет употреблялось. Это украинско-немецкие буржуазные националисты. Где-то в 1949-1950 году поняли, что националисты не могут быть украинско-немецкими, не могут быть либо украинскими, либо немецкими. И тогда их начали всех называть бандеровцами. Тем более, что они тоже употребляли там, что в то время УПА как бы уравняло всех своих бойцов к движению Степана Бандеры. То есть, что, правда, в 1949 году уже начался конфликт между Шухевичем и Бандерой, но это такое дело, о нем не очень историки хотят упоминать. Но сам факт, что слово бандеровец начали использовать в первую очередь в советской пропаганде. Бандеровцами начали называть всех. Бульбовцев, Мельниковцев, Гетманцев. Все они были для них одними бандеровцами. И слово «бандеры», особенно после судебного процесса над Сташинским, особенно после гибели Бандеры, начало употребляться уже как некий штамп. А самого Бандеру так неформально канонизировали в этой националистической среде как раз. Мне кажется, вы правильно хотели изначально сказать. Это канонизировали. Позвольте, я сделаю заметочку. В начале XX века был такой же спрос на мазепинцев. Называли всех как бы... А потом петлюровцы. Националисты. В начале были мазепинцы. Даже элементы формы были мазепинка. Потом петлюровцы. Но церковь и Бандера. Чему учил Бандера? Призывал ли он к братской любви? Потом уже в биографии? Каким-то церковным, библейским идеалом. В биографии Бандеры потом писали в его биографии, что он был воспитан на христианских традициях, поэтому он как бы был ревностным христианином. На самом деле нет. На самом деле есть большое количество воспоминаний, большое количество архивных данных, которые показывают, что Бандера не особо следил за тем, чтобы какую-то мораль продвигать. В 30-е годы он принадлежал именно к такому националистическому молодняку, молодым людям, которые противились именно старшему поколению националистов, которые считали, что нельзя идти на какие-то компромиссы, которые воспитаны были на Донцовщине, глубоко противоположной христианскому учению. Как я уже говорил, когда в 33-м году Шептидский инициировал молодежную акцию «Украинская молодежь к Христу», вот этот молодняк, именно националистический молодняк, всячески старался сорвать эти акции. Были даже планы, как потом явствовало из документов Варшавского и Львовского процессов относительно террористических актов, относительно отдельных священников, которых подозревали в сотрудничестве с поляками. То есть реально это было некое противопоставление себя, церкви или же националистическое движение церкви. Согласно доктрине националистов, церковь должна была быть подчинена государственному руководству, государственному управлению, должна была быть в подчиненном состоянии относительно провода нации или же провода державы. А что касается как раз дальнейшего, скажем так, все эти дискуссии относительно того, как должны сосуществовать государство и церковь, в националистической среде они не особо приветствовались. Считалось, что это потом как-то решится само собой, что как-то этот вопрос будет решен. Ну, меня, знаете, даже не то, что удивляет, но даже как-то повергает в такой какой-то шок. Вот мы все знаем молитву Отче наш. И для каждого христианина Отче наш и Жиеси на небеси. То есть мы почитаем своим Отцом Отца Небесного. Да, ну, конечно, у нас есть у каждого, у нас биологический, наш Папа, но все-таки церковь – это то, что должно ввести человека к Богу, к спасению. И в первую очередь, в том числе, через какие-то идеалы, показывая человеку какой-то пример. Эти батюшки, с позволения сказать, откровенно поведут, что их отец Бандера, то есть не тот, кто на небеси, а Бандера. Кроме того, вот недавно мы были свидетелями, что послы, по-моему, Израиля и Польши, заявили о том, что это был пособник нацистов. И примеры той же Волынской из них. Что же они предлагают людям? Человек, на котором висит крест, который говорит о том, что он священник, и вот такой вот идеал для наследования. Смотрите, дело в том, что, во-первых, есть один юридический момент. Бандера никогда, никаким судом не был осужден, как нацистский пособник или нацистский преступник. Поэтому сегодня на этом спекулируют. Ну, кроме советских, конечно. Даже в Советском Союзе не было процесса над Бандерой конкретно. Да, его клеймили как прислужника нацистов и так далее, но не было судебного решения формального. Он не фигурировал на Нюрнбергском трибунале среди обвиненных. Не было обвинений именно конкретно относительно него в советских многочисленных процессах, которые существовали в 40-50-е годы. Но, что касается этого момента, как раз это дает почву для того, чтобы одни его считали преступником, другие его считали героем, и каждый исходил из своих субъективных или же своих исторических моментов, убеждений, как раз исходя из того нарратива или того мифа, который формируется в том или ином государстве. Это первое. Второй момент. Внутри греко-католической церкви тоже нет единства, нет монолитности. Там существуют свои ордена, существуют свои движения. И, например, позиции Василиан, Студитов, Редемтористов и прочие, они абсолютно очень часто не совпадают. И в данной ситуации есть часть радикально настроенного духовенства, которые действительно исходят именно из тех соображений, которые вы называли. Мы это видели на Майдане в 2014 году, призывы, которые там звучали, которые ничего не имели общего с... Так Гудзиак откровенно говорил, что от третьей до половины людей, которые на Майдане, это прихожане их церкви. Да, но опять же, в данной ситуации я думаю, что все-таки сегодня мы наблюдаем ту болезнь общества, которая сегодня все-таки, общество идет к оздоровлению, мне кажется, сегодня. Все-таки общество идет к оздоровлению, потому что сегодня вот эти тенденции, которые мы наблюдали в 2014 году, в 2015 году и даже в 2018, в начале 2019 года, во времена Порошенко, сегодня они как бы отошли в прошлое. Сегодня все-таки дышать стало легче. Хотя мы понимаем, что в любой момент может начаться новое обострение, хотя мы понимаем, что балансы нарушены в государстве сегодня, но все-таки следует учесть, что все-таки с приходом Зеленского началась какая-то... какой-то момент оттепели в этом отношении. Дай Бог, чтобы он продлился подольше и, соответственно, перерос в абсолютно нормальное сосуществование граждан Украины с разными убеждениями, без того, чтобы государство становилось на чью-то сторону, без того, чтобы государство давало преференции той или иной церкви, или без того, чтобы государство объявляло ту или иную церковь государственную. – Что вы думаете, не становится ли Бандера для даже некоторых украинских структур, которые называют себя церковью, каким-то таким вот идолом, поклонение которому может выступать каким-то таким... – Это благо, да? – Жизнь всей будущей, да? – Я позволю себе немножко дополнить коллегу, кстати, на предыдущего вопроса. Если мы снова возьмем структуру униатской церкви, точнее ее идею, как ее затевали в конце XVI века и весь XVII век, что это должна быть остаться форма православия, наполнив ее католическим содержанием. А теперь мы давайте посмотрим так, что мы оставляем форму церкви просто, выносим все туда христианское и заносим все националистическое. Тогда Бандера легко становится на место пророка. То есть мы знаем, что Господу предшествовали пророки, которые говорили о нем, где он должен родиться, как он должен родиться, от кого он должен родиться, как он должен был жить, как пострадать. Все, буквально вся его евангельская жизнь пророк им была предсказана. У нас есть уже один пророк благодаря советскому периоду, это Тарас Григорович. Один пророк у нас есть. Следующий пророк, наверное, будет Мазепа, еще можно, Бандера, тоже пророк некоторый такой. И они как бы предвозвещают что-то будущее, будущее и благо. Но вот сколько раз не сталкиваешься с тем, а что будет, когда Украина победит, когда всех врагов своих, когда уже все там это вот, «Украины слава, станы помидж народамы». У нас такие слова в гимнеист. Я всегда задумываюсь, а что это значит, «Украины слава, станы помидж народамы». То есть это какой-то некоторый такой рай, когда Украина прославилась на весь мир. И вот эти пророки как раз, возможно, и ведут к этой жизни. Но учитывая то, как они поступали, как они при жизни себя вели, то к ним можно применить, опять же, слова Господа. Все, что они говорят, дело делайте, но то, как они делают, так не поступайте. То есть родину любить надо, действительно, что-то здесь родился. Но так как они эту родину любили, не дай Бог как бы. Так кровь проливать за свою родину, не дай Бог. Вы знаете, дело в том, что то, что происходит в Украине в последние годы, в последние десятилетия, мне напоминает фактически события, которые происходили в Африке в 20 веке. Там в 60-е годы, например, в Конго, который был переименован Заир, к власти пришел такой диктатор Мобуту, который на протяжении длительного времени, почти 30 лет, управлял этой страной, который разные племенные и националистические тенденции привнес в управление страной. И при этом он объявил, что фактически основной религией, официальной религией будет христианство в христианское течение кимбангизм. Был такой Симон Кимбангу, который в 20-е годы прошлого века всюду проповедовал, что Иисус был чернокожим, что он жил в Африке, что на самом деле вся новозаветная история привязана именно к Африке и так далее. Это нашло большую поддержку среди негридянского населения, чернокожим. Так в Украине есть историки, которые говорят, что Адамом на самом деле звали Адамин. Да, именно. Так в том-то и дело, что сегодня, когда говорят, что Галилея была в Галичине и прочие моменты, это все как раз яркие параллели между именно пробуждением африканского сознания и украинского самосознания. И там, и там некие треболистические и националистические тенденции ложатся в основу именно христианского восприятия, а не наоборот. То есть Христа пытаются осознать через национальные какие-то особенности, через какие-то национальные нотки, а не привнести христианскую этику в национальное возрождение. Понимаю. Но возвращаясь к ПЦУ, они же постоянно говорят о себе как церкви всеукраинской. Претендуют на такой статус и называют себя единственной церковью в Украине. Но принимая во внимание, о том, что украинское общество очень разделено по политическому признаку, это показывают и выборы, и разного рода социологические опросы. С одной стороны, власть говорит о необходимости реинтеграции Крыма и Донбасса. С другой стороны, премьер-министр Денис Шмыгаль сознался, что государство финансирует ПЦУ. То есть, несмотря на то, что у нас по Конституции церковь отделена, государство, государство нашими с вами налогами помогает одной церковной структуре. И мало того, что помогает одной церковной структуре, да еще той структуре, которая поет де ферранды Бандере и говорит о том, и гордится тем, что они бандеровского духа и тому подобное. Как после этого говорить о какой-то реинтеграции, о каком-то единстве в обществе и о стабильности государства как таковом? На самом деле, сейчас о реинтеграции говорят только, скажем так, на словах, потому что, если посмотреть на законопроект о реинтеграции, который был предложен Министерством реинтеграции оккупированных территорий, как оно называется сейчас, Министерством Резникова, соответственно, там скорее можно говорить о заморозке конфликта, а не о реинтеграции. Все силы сегодня направлены именно на то, чтобы конфликт заморозить, а чем заканчиваются замороженные конфликты, мы увидели на примере Карабаха осенью прошлого года. Что касается как раз государства, которое спонсирует церковь, ну, в данной ситуации, я думаю, что существуют контролирующие органы, которые должны заняться этим вопросом, поскольку есть вопрос относительно целевого или нецелевого использования тех или иных средств. Еще один момент это то, что все-таки должна существовать, должна, в принципе, воплощаться конституционная норма, согласно которой церковь все-таки должна быть отделена от государства, а значит, церковь и государство должны не финансировать друг друга, разве что вести диалог и совместно действовать как партнеры, но не как некая одна структура, зависимая от другой. Так что это тоже важный момент. А относительно дальнейшего, ну, все-таки я верю в то, что балансы будут восстановлены в обществе, именно в том числе и конфессиональные балансы. То, к чему так общество шло после 90-х годов, после кровопролитных 90-х годов, вот пришли к более-менее нормальному сосуществованию церквей на территории Украины в конце 90-х, в 2000-е годы и после 2014-го года все было опять нарушено. К сожалению. Но, вот вопрос, действительно ли вот структура, которая позиционирует себя как церковь, да, церковь, где по словам, как мы уже сегодня вспоминали апостола Павла, нет ни Элина, ни Иудея, да, я более чем уверен, что тот же Епифаний и его окружение, ну, они прекрасно знают, какие настроения наших граждан на Востоке. Такими вот заявлениями, как он, из чего мы начинали сегодняшний наш разговор, да, о том, что он горд назваться бандеровцем, не говорит ли это о том, что люди, называющие себя церковью, одним украинцам говорят, вы правильные, вот вы почитаете Бандеру, флаг, гимн, все вот, прекрасно. Другим же украинцам, у которых, ну, немножко другая и культурная идентичность, и историческая идентичность, но действительно у меня, ну, так сложилось, что у меня прадед воевал в дивизии СС Галичина, а дед отца Валентина служил в советской армии, вполне возможно, что они, что они друг с другом могли где-то там в лесах пересекаться, скажем так. Ну, и действительно, так сложилось, что у нас действительно дедушка человека из Львовской области мог воевать в УПА, например, из Харькова воевать в советской армии. Вот. Не насаждает ли таким вот образом ПЦУ, называя себя церковью, раскол в нашем обществе и может ли это назваться церковью? Руслан, понимаете, они играют немножко наперёд. То есть, сегодня это, конечно же, раскол, сегодня, конечно же, это жуткая поляризация общества, да, но 10-20 лет нас когда уже может не быть, кто-то не доживёт, кто-то разъедется, кто-то ещё как-то так. В общем, вырастет новое поколение, для которых Бандера будет окей, Шухевич будет гуд, вот, и всё остальное как бы в принципе ляжет в своё канву. То есть, может быть так. это борьба за перепрошивку? Наперёд, наперёд, чуть-чуть они берут выше, чуть-чуть наперёд, да, то есть, у них в принципе сейчас есть все условия, да, пока Байден, вот, пришёл там, точнее его привели, там, пока этот дедушка будет как-то там что-то говорить, точнее его окружение возле этого дедушки, вот, то Эпифания будет себя чувствовать хорошо, хорошо, то есть, как только там что-то поменяется, Эпифания может и здесь тоже что-то поменяться, то есть, да, вот, сейчас люди просто как бы не принимают всерьёз, и всё, вот, и беда ещё, знаешь, в чём? Беда в том, что у нас где-то процентов 70 людей, считающих себя православными, им нужно только зайти поставить свечку, и всё, у них единственный вопрос, заходят в храм, говорят, где у вас поставить за здравие, где за упокой? Вот, я вот оказался на свечном ящике на момент крещения, в день крещения, праздника недавно было, да, у нас свечница заболела, я чуть постоял час или два на свечном ящике, вот, так, не сильно выдаваясь за священника, то есть, я таких вопросов наслушался, это как из серии, как «Царь пошёл в люди», вот, я вот, где у вас свечку поставить, то есть, да, я хочу себе домой свечку взять, это всё, какой там Епифаний, какой там наш блаженший Ануфрий, какой там вообще Господь наш Иисус Христос, зачем свечку поставить и всё, и вот как бы это люди, которые всегда пойдут в любую церковь, есть главное, чтобы был крест сверху, попка дилом махал и свечки продавали, они туда пойдут, а что там остальное их не интересует? Мы-то знаем из книги Апокалипсиса и Створения Святых Отцов, что церковь Антихриста, она тоже будет походить на церковь Христову, ибо Антихрист это обезьяна Христа, оно похоже, и с виду выглядит, ну, в конце концов, обезьяна тоже с виду выглядит, как человек, но души не имеет, там тоже всё будет очень похоже. Там будет ещё лучше, там страдать не надо будет, там распинаться не надо будет, там грех разрешён будет, можно погрешить, чуть-чуть можно, если хочется, можно, чуть-чуть можно погрешить. Но это будет оправдываться любовью к человеку. Да, 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 им так всё это расскажут и всё будет хорошо, будет комфортно, комфортно, на позитиве, на позитиве. Покаяние, вы что, то есть покаяние так, покаялся, слава Богу, я святой, я спасся. То есть вот что-то типа такого будет, я так думаю, да. А слёзы, страдания, разве что единицы людей, которые столкнутся с реальным горем в своей жизни и которые вследствие этой встречи с бедой потребуют встречи с самим Христом, настоящим Христом, то есть единицы этих людей, то есть они будут долго искать, а где же настоящая церковь. А могут и не найти, могут раз обжечься, второй раз обжечься, а третий раз они уже вообще не пойдут в нашу сторону. Ну, да, действительно, соглашусь с вами в этом плане, потому что человеку, которому действительно нужен Христос, он вряд ли поведётся на лозунг, если он пришёл в храм искать Христа. Но исходя из вашей же логики, это означает, что церковь должна активизировать миссионерскую деятельность, но не в плане, как это делают свидетели Еговы, а, наверное, как-то пытаться обогословить опыт современного человека, понять его нужды, значит, надо менять какой-то подход к образованию. Помнишь, как апостол Павла «юродством проповеди» церковь завоевала тот мир 2000 лет, «юродством проповеди». То есть, где-то, я думаю, что у нас подобная задача стоит. То есть, не шаблонно, не по протоколам, не по учебникам, даже в конце концов, «юродством», сиюминутным каким натхнением Святого Духа, что-то вот такое. Это тяжело выразить словами. Но иногда, как священник, попадал в ситуации, когда у тебя есть секунды-две на принятие какого-то решения или на ответ на какой-то вопрос. И то действительно, вот, «юродство какое-то», иногда чувствуешь, что в той же плоскости отвечать нельзя, в той же плоскости нет слов, в той же плоскости нет ответа. Поэтому вот молишься, и Господь иногда дает тебе какое-то такое удивительное слово или шаг какой-то сделать, чтобы попасть к сердцу, коснуться к сердцу этого болящего человека, требующего помощи. Ему не нужно, действительно, ему все равно, что Епифания, у него болит, он умирает, у него там завтра уже как бы все, он в петлю полезет. Его нужно вытянуть. А потом уже, когда ему заперебинтовал все раны, как тот в притче добрый самарянин, возлил вино, елей, промыл ему раны, перебинтовал, на своего осленка взгрузил, отвез в гостиницу и там потрудился, и наутре и шед, дал два сребрника. И вот потом, тогда уже, когда человек уже идет явно на выздоровление, можно начинать говорить о истории расколов церкви, начиная от Уняцкого, потом Автокефального и прочее, и прочее. Ну что ж, дай нам, Господь, нужных слов и сил для того, чтобы достойно послужить Господу. Уважаемые зрители, вы смотрели программу ПИР, программу о политике и религии, о том, как эти две сферы влияют друг на друга и на нашу с вами жизнь. До следующих выпусков.